Здравствуйте, наши дорогие друзья! Здравствуйте, друзья, которые пришли к нам в библиотеку. Мы очень-очень рады и тем, с кем нас связывают уже долгосрочные проекты. И новички. Да, 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 и новички, и тем, с кем мы только познакомились или находимся в стадии знакомства. А сегодняшняя встреча обещает быть удивительно интересной, удивительно познавательной, удивительно информативной. Библиотека – это учреждение прежде всего просвещения. И вот сегодня наша библиотека будет выполнять свою главную миссию, миссию просвещения. Просвещение и знакомство с великой армянской литературой. И модерировать нашу встречу я попрошу директора Дома писателей Санкт-Петербурга уже фактически постоянного нашего соведущего, ведущего, соорганизатора встреч с писателями Санкт-Петербурга, Ленинградской области. И Евгений Валентинович, вам слово. Спасибо большое. Вначале я, тема нашего сегодняшней творческой встречи – российско-армянские литературные связи в 21 веке. Но, конечно, мы затронем этот аспект связи шире гораздо, потому что они давние, дружеские, очень благотворные. Значит, традиции и перспективы сотрудничества. Я представлю наших гостей. Это Ваган Рафаэлович Бабаханян, представитель армянской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге. Это писатель Левон Восканович Адян. Это педагог высшей категории Рузанна Олеговна Кургинян. И это поэт, критик, литературовед Алексей Олегович Филимонов. Я хотел бы предоставить, сделать вступительное слово уважаемому Вагану Рафаэловичу как руководителю, инициатору нашей встречи, который может общий взгляд на наши литературные российско-органские связи. Спасибо большое. Я очень рад, что в таком формате, в современном формате, очень рад гостеприимству и то, что любезно согласились принять наше предложение о сотрудничестве. Надеюсь, что это сотрудничество вырастет и будет взаимоплаготворным. Я не критик литературы, со мной профессионалы, которые могут об этом говорить, но я уверен и знаю, что действительно армянскому народу и армянской литературе есть что сказать, показать. Да, у нас не так много писателей в городе Петербурге, но есть люди, которые могут рассказать о литературе армянской в прошлом и в настоящем. Так что я думаю, что сотрудничество с писателями, кстати, разговор об этом был еще почти два года назад, когда мы к вам в гости пришли, Евгений Валентинович, и потом вот это коронавирус и так далее. Я думаю, мы постепенно выходим и коронавирус нас заставил использовать новые связи. Так что неоткуда без добра. Я думаю, у нас будет хорошее продолжение. Большое спасибо еще раз. Спасибо. Я хочу сказать вам, что наша творческая встреча проходит накануне памятного дня. Завтра весь цивилизованный мир отдаст дань памяти великой трагедии армянского народа, геноциду 1915 года. Конечно, мы все должны об этом помнить, об этой страшной трагедии, когда, по-моему, полтора миллиона погибло армян, невинные жертвы, были мирные люди, были вырезаны. И обо всем этом мы, конечно же, должны помнить и свято чтить о павших жертвах. Сейчас я хочу предоставить слово Ливону Воскановичу Адяну, писателю, который представит новые литературные издания армянских писателей. Я хотел бы сказать, что сначала я думал, что у нас будет живая встреча с читателями, и так как вот этой встречи нет у нас, вот онлайн-встречи, поэтому я даже не знаю, что сказать. Мне лучше бы слушать вопросы, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Тогда расскажите о своих книгах. Когда вы начали писать? Когда начали писать? Где начали писать? Ну, я начался очень давно, в советское время. Я издавался тогда и в Москве, и много издавался, но самую главную книгу, я считаю, свою книгу, я написал в роман «Обдаляйся берег». Это событие про Бако, потому что я был очевидцем этой страшной трагедии. Я своими глазами видел, и после того, когда была президент Сунгаити, и потом начала фальсификация передать, совсем по-другому начали передавать это Сунгаити событие. Я думал, надо писать вообще книгу, которую сам своими глазами видел, и я написал это в роман «Обдаляйся берег». Я написал прямо сразу после этих событий, с марта до октября месяца, 90-го года. И мне так казалось, что я быстро издам эту книгу, потому что это такая национальная боль, что найдутся люди, что обязательно захватать издать, чтобы мировое сообщество узнало правду об этой событии. Что происходило? Зачем это происходило? Почему людей уничтожали по этническому, по революционному признаку? А что, все это случилось? Но, к сожалению, моя книга не издавалась, я не могу издать, издать только через 25 лет. А недавно, благодаря русскому поэту Виктору Александрову, он собрал деньги, хотя я был против, и здесь в Питере он издал на русском языке эту книгу. На народные деньги. Да, ну, как так, на деньги читателей. Да, и вот эту книгу я издал, после этого писал, значит, другую книгу, она называется «Русская немецкая». Про русские женщины, которая вышла замуж и приехала на Дорный Карабах, о ее жизни. И на этом фоне великой любви армянского народа к русскому народу, мне надо был повод, чтобы выразить эту большую предданную любовь, которая веками присутствует в нашей жизни, в наших сердцах. Вот это была последняя книга. Леон Боскановичи пишет на армянском, извините, да, я не могу, чтобы иногда... Да, я пишу на армянском, но люди переводят, и книга вот эта, которая на столе находится, она как бы краткая версия на первой книге, роман «Отдаляющийся берег». Все произведения Леона Боскановича есть онлайн на сайте, и на русском, и на этом. Эта книга переводится сейчас и на английский язык, да? Она переводится, и сейчас переводится на французский. Мои книги перевела Реденер Каприльянц, а данные вот эти книги переводила тоже Бакинга, известная поэтесса Лилия Макова, она живет в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах есть союз армянских писателей, и вот наша как бы миссия тоже одна из миссий, что не только с нами общаться здесь, не только через нас и с нашей помощью может быть с Арменией и с писателями Карабаха, но также и с ограниченными писателями, армянскими. Так что это тоже интересно. Мы говорим о мягкой силе, там могут быть очень интересные... Я как раз слышу о писателе Америки тоже. Ну это же убедительно, что... Я учениц от России, был СССР, и Карабаха, и Армении, но не это главное. Главное, чтобы тебе читали читатели простые люди, читатели цивили, в Типре ничего не значат. Левон Гусанович провел именно в Баку, и там, во-первых, в каком периодическом издании вы там участвовали в Баку? В Баку издавался журнал на русском языке, назывался «Литератур Мазербадян», и был журнал на армянском языке, назывался «Аперакон Адербайджан». Этот журнал издавался в 1932 году, но во время войны, во время Великой Отечественной войны, вся редакция, от главного редактора до корректора, все ушли на фронт. Подписка говорит, что погиб в Севастополе, а потом журнал возобновился, и я работал в этом журнале ровно 25 лет, до Погромов. Мы последний номер издали перед тем, что... То, что касается Погромов, я отсюда тоже, извините, что это, возможно, единственное капитальное, извините за это слово, художественное произведение. Оно основано на документарных фактах, там это есть, но в художественной форме. То есть, к сожалению, в Армении мало в художественной форме, описывающих еще литературные события, которые были в 90-м году. Он стал очевидцем. Он и очевидец, и документально, и художественно. А в Армении это роман? Так, роман в Армении-то издал сейчас? Издан ли роман в Армении? Роман не издан, но само государство не издавало, не хотели издавать. Я про себя скажу, я не писатель, но когда был последний съезд писателей Армении, я стоял с большими транспарантами на армянском языке, с протестом, то есть в дом писателей. Писатели приходят там 200-300 человек, и я стою с протестом, то что они не освещают вообще важные темы, не только эту тему. Ряд темы. Можете себе представить, чтобы после Великой Отечественной войны в Советском Союзе не было бы художественных произведений в течение 10-15 лет? Невозможно. У нас это так, к сожалению. А чем это нужно? Почему не описывается в художественной форме, в литературной, вот эти и другие события? Почему? Нет, дело в том, что кематики пишутся, просто они не издавятся. А почему не издавятся? Ну, нет спонсора, и государство мне, ну, власти не заинтересованы в этом, что я не знаю. Я не знаю, но это не бинар писателя, это боль писателя. Есть вторая сторона. Мы бы не хотели затрагивать вот такую конфликтную тему и так далее, но, например, если сравнить, один народный писатель есть в Азербайджане, Акрама Лесли, который друг Левона Воскановича, годами они друг друга переводили и жили. Он, будучи народным писателем, написал одну вещь, которая в Москве была издана. За это его книги сожгли. Каменные сны. Каменные сны назывались. На русском языке есть, в интернете и так далее. Он буквально уцелел, продолжает жить, но его со всех сторон протиранизировали там. То есть там говорит правду. Мужчина сейчас правду. Ну, к сожалению. Видите, видите, из того, что вы говорите, на самом деле, да, это, наверное, действительно грустно, но это хорошо то, что, видите, Россия действительно остается площадкой для межнационального общения. Если что-то не издается в Армении на армянском языке, по крайней мере, это издается в России на русском языке. Но, ну, да. И может попасть в ту же Армению, я думаю, что там по-прежнему читают по-русски достаточно уверенно, я полагаю. И действительно, вот Россия выполняет такую действительно роль этого центра литературы. Русский язык продолжает оставаться языком межнационального общения и языком, на котором могут выразить свои мысли писатели, которые по тем иным причинам не могут издаться на родине. На самом деле, это, на мой взгляд, очень важная история. Но очень важно нам также те произведения, которые здесь есть, будь они не по армянской теме, российских коллег, русских, не только русских, чтобы мы каким-то, это тоже вторая задача, нужно вот это принять, чтобы мы как-то это транслировали и не только в Армению, и на Гометербах, но и за границу тоже, потому что есть какие-то связи. Мы можем это обговорить, следить и действительно выполнять обязательно. Если это будет самотек, я в Петербурге, Испаная, всего 13 лет. То есть, мне стыдно, что до сих пор нет сотрудничества. Ну, лучше поздно, чем никогда. Достаточно интересная тема, которую мы действительно можем... Хотя бы в месяц раз, в год раз, полгода раз, что мешает? Ну, уже в год раз случилось. Есть же фестивали международные, литературные фестивали, но в Минске в Москве, о которых мы говорили, где писатели и писатели из всех многих стран мира. Вот в этом году, как мне помнится, было 20 писателей из 20 стран, представили свои произведения на русском языке, но русскоязычные писатели представили свои произведения на некие корпусы. Вот есть международный книжный салон, который у нас... Есть какой-то некий политический... Игорь Валентинович, мне даст соврать неделю назад, он сам принимал участие в международном фестивале «Мир в Гнепрах», который проходил в библиотеке Маяковского. То есть, это... Там же были включения? Там включения были из США, из Германии, из Франции, и отсюда. И это сразу же предпринимает уровень в фестивале, потому что... Ну, собрались, мы сидим, да, практически все петербуржцы, кто-то приехал в Москву. И тут включение сразу онлайн из Штатов, так сказать, Ян Бронштейн, известный такой переводчик, и Павел рассказывает, читает свои стихи, кто-то еще и так далее. Ну, я хочу сказать, что, да, это... У нас достаточно, конечно, в фестивале, все зависит от... С вашей стороны тоже активно было. Вот, я вам говорю, сейчас состоится международный книжный салон в конце марта. То есть, сейчас готовится программа. Нет, вам можно было бы заявиться с презентацией, ну, поэтому уже вы сами определитесь выступить на Международном книжном салоне. У нас есть тоже международный поэтический фестиваль, называется «Петербургские мосты». То, у кого тут... Да, у вас мостов много, да. Мостов много, да. Вот, идея, опять же, состоит в том, чтобы вот этими, как бы, мосты, соединяющие разные народы, разных поэтов, вот, там приезжают из очень многих стран. То есть, вот, правда, сейчас не знаю условиях пандемии, но будут англайн-ключения. Вот, так что у нас достаточно таких вот литературных событий, мероприятий, где бы все заинтересованы как раз в том, чтобы разнообразиться в общественные встречи, да, чтобы разные были представители, там, и из Армении, и вообще в целом с Кавказа, вот, и из других стран, Европа и так далее представлены. Поэтому, вот, милости просят. Ну, еще одно я скажу, извините, Евгений Вальдинович, я посмотрел на вашем сайте, вот, там было 130-летие Осипа Мандельштама. Да, извините, он, конечно, русский классик, но он в подчасти и наш тоже, потому что он был в наших краях и так далее, дневниковые записи, это тоже. Ну, мы со своей стороны постараемся, но... Да, ну, вот Алексей у нас сегодня как раз выступит с небольшим докладом Мандельштам и Армении. Ну, я, я не знал, это не хватает. Я бы хотел еще задать несколько вопросов Леонова Аскановича. Судя вот по вашему предварительному рассказу, да, прежде всего, основное, что интерес вашего как писателя, да, состоит в том, что вот человек сложных межнациональных отношений, да, когда человек одной национальности оказывается в среде другой национальности, и как он там уживается, как получается что-то, какие могут быть конфликты, обычаи разные, да, там, ментальности разные, да, все это влияет. Вот, мне хотелось бы, чтобы вот это сформулировало. Я только что сказал про русскую невестку, что я вот через эту русскую женщину хотел передавать все то, что я думаю о русском народе, вот эту любовь. И так же вот в этом романе, там, главная героиня азербайджанцев. И в моей книге все герои азербайджанцы, все положительные. Нет у меня никакой там, чтобы было хоть одна грамма ненависти к азербайджанскому народу, к азербайджанцам. Это в моей книге нету. Потому что тех писателя, чтобы дать людям доброту, делать людей добрыми в отношениях своих. Потому что если сейчас ты встречаешься с человеком, ты должен ему сказать самые теплые слова, потому что, быть может, после этого вообще его не увидишь. Тем более жизнь такая короткая. И в моих вот этих произведениях как раз вот натравлюсь этим этим, этим этим. И я всегда вот стараюсь, чтобы именно вот передать все это. Вот эту доброту, вот это человечество, то, что есть хорошее в национальном, в этом народе. Я хочу все это использовать для того, чтобы другой национальный полюбил этого народа. Между прочим, у Ахера Майдисы, о чем сейчас Ваган сказал, у него тоже такая цель. Он в конце, когда его уже такое гонение было против него, он сказал, что я мечтал, я как мессия пришел, я мечтал, чтобы мои книги после того, как будут читать армяне, немножко хорошо будут относиться к нам. Действительно, все армяне, читая его книгу, становятся об этом народе плохо не думать, хотя ситуация такая страшная. Сейчас вот эта война, это убийство, все это, гибель. Писатель должен делать так, чтобы видеть немножко к доброте, потому что писатель должен доказать, что нет Бога. Бог у человека в сердце, у каждого человека есть Бога. Если помните, братья Карамазова, отец спрашивает у Мити, говорит, есть Бог? Мити говорит, нет. А справа Леша, говорит, есть Бог. А Мити говорит, нет Бога. Он говорит, если Бога нет, значит, все дозволено. Если у тебя в сердце нет Бога, все дозволено, потому что сейчас. Сейчас немножко, хотя сейчас столько строится церковь, столько, много строится, но Бог не приближается к сердцу человека. Это очень плохо. Потому что у каждого сердца должен быть Бог. Я хочу, чтобы через эти книги передаваться вот эту любовь, вот эту доброту другому человеку. А Карамазов, я еще раз говорю, он говорит, я перестал писать после того, как резня Баку началась. Потому что если мои книги не могли помогать тому, чтобы хоть спасти одного человека, зачем мне писать? Поэтому, когда пишешь, ты делаешь дорогу к храму. Зачем храм, если к нему нет дороги? Зачем дорога, если он не ведет к храму? Книги как раз дороги к храму. В общем, вы следуете Бушкинскому завету. Помните, у него в памятнике сказано, «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Я хочу еще чуть-чуть докторить, что то, что вы говорите, действительно, более чем верно и правильно, и очень важно в наше время, которое, к сожалению, является временем предельного упрощения и временем деления все на черное и белое. У нас мир становится абсолютно неразнообразным, абсолютно поляризированным и цветным, что называется. А то, что вы говорите, абсолютно правильные книжки в своих книгах, это действительно показывает сложность, глубину человека, человеческих отношений. И это очень важно, потому что сейчас, когда у вас в углу-угла ставится исключительно некая культура обиды, вам очень легко было бы впасть в сложную азербайджанскую ситуацию, в такую абсолютную оппозицию. А здесь вы как раз находите эту самую дорогу между народом и между людьми. Это очень важно, что очень не характерно для нашего времени и очень хорошо поэтому, потому что у нас, к сожалению, полярных оценок. Маленькую добавку, можно? Так получилось, что мы акцентируем на романе или произведении художественном, на документальные условия, которые связаны с конфликтом отношений. Но на самом деле 90% произведений Левона Баскановича до и после, они чисто мирные. Не только две книги, есть много онлайн и на русском и так далее, я вам передавал. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим про, например, резню и погромы, мы не имеем в виду только армянский народ. Во-первых, мы пережили 100 лет назад, как вы заметили, спасибо за память, это. Во-вторых, я хотел бы вот со своей критической стороны сказать, что роль и миссия писателя, интеллигента какая? Обратите внимание, 10 дней назад, 19 апреля, 1-й, спустя 80 лет после начала Великой Отечественной войны, там нет темы армян, я забыла, там чистая советская тема. Учрежден новый, об этом не знают очень многие, учрежден новый день памяти, дословно говорю, это установка из Москвы, Примля, властей России. День памяти геноцида советского народа со стороны нацистской Германии. Во всех школах и вузах прошли 19 апреля мероприятие, день, методические рекомендации Великой Отечественной войны, я могу поделиться, и мы сейчас эту же тему и в Армении, и в Нагорном Карбахе, и в общинах хотим тоже поднять, поддержать, потому что всегда надо быть, не вести ради, а потому что мы знаем эту тему. Здесь нет отдельно приватизации к армянам или к чему. Кстати говоря, когда вы сказали о геноцизе армян, не только армян, антийских греков, а сирийцев, 200 тысяч русских выводников. Что это отражено ли, когда я самокритично говорю про нас, что наши интеллигенции или люди творческие меня отражают, на мой взгляд. А много ли вы знаете отражений в художественной литературе на русском языке, вот, допустим, таких тем, как, ну, например, Шамфорская резня 18-го года, когда были несколько тысяч русских, там не было, именно русских убитых, так? Ну, пусть даже тысячи. Знаете, в Бурунде убили 160 человек, и этот мир признал как геноциз. То есть, эта тема нам близна, армянам, мы знаем, мы пережили, когда говорят 15-й год, это не было в один год, это было 20-30 лет. Просто пик был, апогей был в 15-м году, и он был именно с убийством писателей, скажите, писатели всех собрали и убили, то есть, голову нации срезали. То есть, мы это на себе пережили, мы вот без головы живем. Я хочу только добавить, дорогие наши непривычно говорить зрители, читатели, что в анонсе сегодняшней встречи на странице ВКонтакте нашей библиотеки даны ссылки на произведения полнотекста Ливона, и вы можете с ними ознакомиться, если уже... И Абитика Исаакина, про которого... Да-да-да, присутствующих здесь авторов, ссылки на их произведения, так что читайте. А теперь, после того, что мы услышали от автора, о его жизненной позиции, мне кажется, что это еще интереснее будет. Вернемся дальше? В первом мировании, после нее события было действительно очень много, и, правильно сказать, что масса народов пострадала. Ну, как и армяне, но и греки, то, что было в Смирной, в Измире, ну, в Смирной, чудовищная резня после ухода европейских оккупационных войск, то есть там еще 40, по-моему, на сотни тысяч, честно говоря, если... Ну, десятки уж, по крайней мере, точно. А есть ли художественные произведения, например, о тех двухсот тысячах русских, которые там погибли, нет? А как люди будут знать? Выступил Владимир Владимирович буквально недавно в своем послании и сказал, даже в учебниках нет о Сталинградской битве. Это тоже. Даже в учебниках нет. Я бы хотел передать слово Розане Адабьевне Кургинян, преподавателю армянского языка, педагогу лучшей категории. А вот тема ее выступления – это поэзия классико-армянской литературы Аветика Сааковича Исаакяна. Пожалуйста. Спасибо. Сегодня мы пообщаемся с творчеством великого армянского поэта Аветики Исаакяна. О ком? Луи Арагон, третий. 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 Нет, пятый. Луи Арагон, 50. Чела нашего века украшают яркие имена нескольких поэтов. Один из них – Аветики Исаакяна. Если из этих светил кто-то угасает, мрак окутывает землю. Вот первая оценка, такая глубокая оценка Эветики Исаакяна. Он родился в 1875 году и умер в 1957 году в Казарапате, который находится близко Денину Акану, Александрополу и теперешней Гюмри. Это то место, где было землетрясение. То есть вот так, чтобы понять, где находится. 88-го года. Да, 88-го года. Родители Исаакяна, вот первый, ну второй, родители, они были состоятельные люди. У них была мукомольная, ну мельница была, и они очень состоятельные были. Могли дать Исаакяну хорошее образование. Кстати, он один из немногих писателей в Армении, который получил очень доскональное, хорошее образование за границей. Не так, чтобы проездом поехал туда, он десятилетиями жил за границей. Был в Вене, в Берлине, в Дрездене, в Париже, во многих местах. И учился там, в этих университетах. Стал писать очень рано Исаакяна, уже 17 лет он написал свое первое стихотворение, которое печатался. Мое выступление, оно будет составляться из двух частей, можно сказать. Первая часть, это такая теоретическая часть презентации. Пока не надо. А когда уже мы перейдем к стихотворению читать, стихотворения будут на русском языке. И, с вашего позволения, несколько стихотворений, на них есть музыка. Народ или автор есть к этим песням. Ваша покорная слуга попробует акапелло немножко спеть эти песни. Хотя у меня нет образования музыкального. Я ноты не знаю. Одной из важнейших страниц в истории армяно-русских литературных связей является история русских переводов Исаакяна. В 1900 и 1904 годах стихи Исаакяна появляются на страницах популярных русских журналов. Вот образование, живописное обозрение, видите, старинное обозрение, вестники иностранной литературы, детское чтение. Уже в этих журналах произведения Исаакяна уже печатаются. Благодаря этим переводам, переводам, уже имя Исаакяна в самом начале 20 века стало получать известность в России. В 1903 году вышел в свет сборник «Современные армянские поэты». Вот это конкретно титульный лист 1903 года выпуска. А в 1907 году вышла в свет армянская музыка. Кстати, в этом сборнике произведения творчества Исаакяна очень сравнивали с творчеством Лермонтова тех времен. В летописи армянской литературы нового времени, 1916 год, ознаменован выходом в свет антологии. Под редактированием Валерия Брюсова и еще один сборник под редактированием Максима Горького, который так и назывался. Сборник армянской литературы. В поэзии Армении впервые достойным образом было представлено творчество Аветика Исаакяна. Брюсов писал, пока нет, не идите, Иоанн Эстаманян и Аветик Исаакяна составляют наиболее яркие трехзвездия армянской поэзии. Брюсов переводил много стихотворений Исаакяна, но подлинной вершиной переводческого искусства была поэма Абула Ламаари. Вот мы видим тоже секундные листья из этой поэмы. Об этой поэме академик Рачковский писал. Давайте еще один слой. Вот академик Рачковский писал. Поистине великолепный, один из прекраснейших созданий всей, вообще всемирной литературы последних десятилетий. Это поэма не как историческое произведение об арабском мыслителе и поэте 10-11 веков. А современное, глубоко, если бы это было бы то, скажем, об этом актре, оно не имело бы такого значения. Вот он пишет о нем, 10 века авторе, но говорит о современном человеке, о ее надеждах, о его отчаянных, вот этого человека. Вместе с Брюссовым стихотворение Исаакяна переводили Ботабула Ламаари, главный герой этой поэмы. Вместе с Брюссовым переводили Исаакяна и Александр Блок. Это Александр Блок, Вячеслав Иванов, Иван Бунин, Константин Бальмонт, Борис Пастернак, Вера Звягин. Николай Сиханов, Анна Ахматова, Михаил Людин и другие, я хочу добавить, что и Белла Ахмабулина, и Николай Сиханов, они все переводили. Значит, эти коррекции, которые мы все знаем, вершины литературного, все обратили внимание на Исаакяну. Значит, Исаакяна, у Исаакяна было что-то им говорить, и русскому читателю говорили. Александр Блок говорил над Исаакяне, поэти Исаакян первоплассный. Может быть, такого светлого и непоспетственного таланта во всей Европе нет? Это он прожил, это в пятом году? Да, он 82 года, потому что... Я еще хочу добавить. Вот я говорила, что он долго здесь за данную сезон, приходили, 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 приехали, приехали в Африку и Армению, приехали в Африку и вернулись в Африку. Такой год, когда там ни генеральской заслуги, ни, не знаю, художники, ни заметки. Никто не перед Сталинской... А Исаакяна не испугался. Он вернулся и творил. И был председателем Союза Писателей. Армении. Еще хочу... Тема геноцида моей сегодня немножко. Когда уже надо было мстить этим трехглавым, как в этой трехглавой эти крысы были, да? Тайанвера, Талята и Джемала. Не получилось их государственное... Да, геноцида организаторы. Это дело в свою руку взял немезис. Немезис. Как назвалось, грума мстителей немезис. И говорят, что в 1922 году, когда Соломон Тайлеран, это человек, который убил Талата, самому главному, центрального голову в этой крысу, вот на одной, ну, тарцовой стороне этого дома стоял Исаакяна. В момент убийства. Да, если бы у него не получилось... Про это убийство надо сказать, да, это было убийство, его судили в Германии. И, наверное, впервые в истории убийцу оправдали, потому что он убил не человека, а зверя. То есть тот организатор вот этого преступления массового, там было много, но одной из главных фигур, это был по имени Талат Паша. И вот его, ну, как бы, мститель наказал, и в Красной Армии мстители были, и сейчас, наверное, но германский суд не за взятку отпустил его. Такое не было юриспруденцией. Чтобы убийцу, который сам сдался на месте, никуда не убегал, говорит, я его наказал, рассказал, судья влакал, отпустил. Перед его глазами убили всю его сенсию. Он был, значит, общественным деятелем, не только поэтом, писателем. И таким же общественным деятелем был Туманян, может, один раз. Да, да, да. И он был очень важным членом Дашнакской партии, которую эту партию тогда большевики не принимали, как враждебную партию тогда в то время. И в этом плане тоже Ауэтикизово-океан не испугался. Представляете, он был членом, ну, почти руководителем Дашнакской партии там, но вернулся в большевистскую, ну, в Советский Союз. Можно сказать, он дословно воспринимал слова в будущем Станислава Гумяева, что добро должно быть с кулаком. Теперь, сколько у меня времени? Чтобы я, да, что я поняла, потому что я много стихотворений подготовила. 15-16, он и 20-15. 15, минимум 15. Сколько ушло? А вот сейчас уже посредственно стихотворение. Первое стихотворение, это... Я почему хочу про стихотворение говорить? Я еще скажу, кто переводил, кто автор этих переводов. Может быть, одну-две строки прочту, не все времени столько нет. Первое стихотворение, это называется... Едва раскрывшийся цветок переводил Ширванский. Едва раскрывшимся цветком стоял на склоне горы. Пленен журчанием ручейком, я солнца принимал дары. Сходили звезды и луна ко мне с их пожитей ночных. Мне повторяли слаще сна, немало сказок золотых. И девушка, ягнят гоня, к моей горе держала путь. Увидев, сорвала меня, украсить молодую грудь. И убаюкивание мечтой, я славно жил, я счастье знал. Но, черноокая, тобой был предан и увял. Написал в 92-м году, 17 лет был ему. Сейчас авторы, очень такие, 40-50 лет, не могут писать так. Извините, уж извините. Так, не буду все, потому что я вижу, что мало. Один из стихотворений Исаакяна посвящен матери. Посвящен матери. Я думаю, что хотя бы один раз любой автор обратился к этой тематике, к тематике матери. Но именно это произведение, для армянина, который всегда был далеко от дома, далеко от матери, скиталец, как все мы сейчас, оставили дома там своих матерей. И вот это стихотворение, центральное, до сих пор, во всяком случае, в армянских домах, это стихотворение, когда он написал в 3-м году, 120 лет, да, приблизительно. Но он как будто сегодняшний, как будто сегодня написал. Несколько строчек, а потом с вами было. Ой, десятая страница. Я родим, кстати, переводил, переводил Александр Блок. От родимой страны удалился. Я изгнанник без крови и сна. С милой матерью я разлучился. Бедный странник лишился я сна. С горлы, пестрые птицы, летите. Не пришлось ли вам мать повстречать? Ветерки, вы с морей шелестите. Не послала ли привета мне мать? И вот так хочу одно стих. Петь. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok О том, что его любимую девушку выдали замуж. А в то время и в Армении, и в России, и везде никто не спрашивал, да, девушку, кого хочешь, родители, кому... Решили. Да, решили стены, ее выдавали замуж. Вот эти несколько стихотворений Исаакян писал под впечатлением вот этих событий, что ее любимую выдали замуж. Первое стихотворение переводил Валерий Брюссель. В нем лети вы, тоске моей, ты, Геоцин, вы, розы гор, в саду поющий соловей и ветры бьющие простор. Померкло небо, нет земли, бездоме, нищ, рыдаю я, яру вели, джану... На взрыв, на взрыв рыдаю я, ах, яру моя, ушла ты вдаль, меня забыла и ушла, молитва сул, молитва чай, не усилила и не шла. Так, хочу еще добавить. Очень интересно, интересно, трудно переводить Исаакян, потому что он часто к народному сколовиту употребляет такие слова. И вот переводчик должен русскими словами передать сколовит армянскому языку. Вот поэтому вот яр, джан, иногда такие слова авторы говорят. ПЕСНЯ 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 Это называется «По караванной плетется», производил Александр Блок. Во-первых, эти первые, 14-е, это была первая попытка до поэмы Абула Ламаари. Потому что один раз он ездил на поезде и увидел «Караван верблюд». И вот тогда, когда это он увидел, вот умея подумал написать более большое произведение. Не одно стихотворение, а большое произведение. И написал вот просто одно стихотворение. И о чем? Здесь уже «Караван мой бренчик и плетется средь чужих и безлюдных песков. Погоди, караван, не сдается, что из родины слышу я зов. Нет, тихая и безмолвна пустыня, солнцем выжжена дикая степь. Далеко моя родина ныне, и в объятиях чужих моя джан». Сразу этот джан уже, как другой колорит, да. Так, и маленькую часть. Субтитры создавал DimaTorzok Исаакьян написал стихотворение, посвященное ей Великой Победе, который переводил Николай Тихонов. Там остались стихотворения, время уже закончилось. Но, милости просим, если я... Я еще и совместительство, по совместительству директор Армянского учебно-воспитательного центра. При Армянской церкви. При Армянской церкви. Еженедельно. Много лет. Педагог уже 48 лет стажа. Преподаю Армянский язык и литературу. Если кто поинтересовался, много еще. И также ваши преподаватели преподают русским, не армянам, армянский язык. Конечно. По желанию и славу. У меня в школе, в воскресной школе, это духовно-просвитительская школа. Не только армяне учатся. Там очень много смешанные брат и дети. Два слова о школе 259. Здесь, где я преподаю армянский язык, 259 школа имени Михаила Кореевича Лорис Меликова. Это обычная общая образовательная школа с армянским этнокомпонентом. Поэтому я по шкале, по расписанию, там есть армянский язык. Это не урочка, это не кружок и не урочка. Это после уроков, но не кружок. Я преподаю армянский язык уже не как любитель. Здесь как в армянской церкви, так как любитель. А здесь это уже официально, через РАНО преподаем армянский язык. Спасибо. Друзья, вы обратили внимание, такой огромный интерес к творчеству и армянских поэтов, в частности. Поэты Итика Исаактьяна испытывали русские поэты. Серия временного века, классики все, посмотрите, да? Влог и советские поэты Тихонов, Дудин, Пастерна и так далее. То есть, просто как переводчик могу сказать, что когда ты занимаешься переводом, выбираешь автора, да? Ты выбираешь же автора, чтобы тебе было интересно самому переводить, что талантливый автор, это же удовольствие только испытываешь. Да, только удовольствие испытываешь, когда красивые стихи переводишь на свой уже родной язык, да? С тем, чтобы познакомить читателей вот с этими шедеврами, правильно? Вот. Владимир Ильич, я хотел задать вопросы, кстати, переводили они наверняка с подсрочника. Да, из подсрочника. У вас был такой автор, я сразу говорю, у вас Макентян, который для русских поэтов переводил, ну, делал досрочные переводы, но из досрочного перевода тоже трудно делать, литературно. Они уходят как будто из оригинала уходят, но здесь... Это, кстати, у нас, друзья, Илья Ивановна, Алексей, дает вопрос. Вы, люди, тоже по поэтам-переводчики, представляете, чем вы вызваны интересы именно поэтов вселенного века, не понимая, ну, естественно, языка, или только по срочке, какой интерес к поэзии обоевали? Как это считается, хотя бы... Нет, я-то думаю, этот интерес даже на одни, потому что это прекрасная стихия. Я думаю, что не по... а срочник, конечно, тоже имеет значение, но там вся красота... Ну, мелодики. Да, мелодики, там потеряется все. Да, это по-насрочник. Но кроме этого они общались. Общались, да, да. Общение, это... То есть нет общения, только пользу... Можно мне, со стороны, добавить одно предложение, характеристики, какие-то хотят. Я окончу вас в 8-м позитивном университете, арабской отделе. У нас в программе это произведение было обязательным. Мы его тоже изучали. Был такой чечек, очень известный тогда в Советском Союзе, народный артист Казарян, подмедатель Казарян. Он очень был известным чечением Декамероном под музыку. И вот он читал это об этом армии. Это было записано на пленке, и нам на восточном посетителе, Ленинградский мерцет, эта пленка прокручивала, дабы вести студентов состояние вот этого востока, этих синих, этих верблюдов и так далее. Вот тогда было просто я хотел добавить, там очень, наверное, мало кто. Какие-то годы это прекратились в развитии с теми, где-то на ручке? Ну, сейчас нам уже готовы, какие-то... Ты хотел, правда, просто попросить в Советском Союзе, для этого работа не все, но не все. Это было списание заказов, оплатили это работа, это было очень-то, деньги сдавали, как не все. А что-то постройки, значит, отдай, постройки. Перевод того или иного замечательного автора, это практически личное дело переводчиков. Это ты добровольно выбираешь автора, который тебе нравится, лучше выбираешь тот, который действительно настоящий поэт и прочее. Вот. Сам делаешь перевод, да, значит, и сам издаешь. Вот, у меня несколько книг авторов английских, немецких, вот, и переведены, да, я сейчас готовлю книгу французского поэта, вот, перевожу с посрочника, у меня дочь француженка, вот, преподает французский язык в университете, вот, она мне посрочники делает, но у меня сразу есть возможность. Ну, так сказать, посоветоваться, да. Что-то еще иного поэта вы видите? Нет, нет. Значит, второй момент, очень важный, да, это проблема авторского права. Вот 70 лет, и только через 70 лет после смерти, например, поэта, да, вот, ты можешь спокойно переводить. Другой путь ты должен будешь связываться с родственниками, литературными агентами и так далее. Ну, и должен, честно вам сказать, вот, нет хуже, злее врагов, чем родственники. Потому что они никакого отношения к созданию этого шедевра не имеют, но они владельцы. И что происходит, они даже, что оценить не могут, да, вот, подлинный шедевр, это, да. Что происходит? А происходит то, что взвинчивают такие цены, за то, чтобы перевести, это самое, что переводчик просто... Нет, я на вопрос, я из зала задаю. Да, из зала вопрос. Да, там целая дискуссия. Скажите, пожалуйста, ваш роман «Отдаляющиеся берега» автодиографический? Так уже да. Ну, я уже сказал, да. И второй вопрос. Не поступало ли предложение его экранизировать? Такое предложение было. В Америке хотели экранизировать, но режиссер, который хотел это делать, с ним случайно смещается, его брат умер. И, видимо, драк спонсировали как-то, и он остановился. Дальше не делал. Но книга сама, как мне говорят читатели, которые пишут, она готова сценария для художественного фильма. Спасибо. В связи с фильмом, скажу, в прошлый раз на нашей встрече, беседе, я привел пример турецкого многосерийного фильма. Эр Дугу назывался. Это отец Османа, который основал эту империю. 150 двухчасовых серий переведены на десятки языков. Чемпион побил Голливуд. Но вот такую вещь, или, я уверен, и вашу вещь, можно было бы и небольшую сделать, может быть. Не обязательно 150 серий. Но качество и гуманизм, там гуманизма, извините, вы можете это в Ютубе есть, посмотреть. Там все вот именно западного типа и так далее. Вот завершил мысль, которую я хотел высказать. Но самый, наверное, простой и благотворный способ решения проблемы, когда, допустим, армянский поэт и его русский переводчик встречаются, общаются, и армянский поэт или поэт другого народа говорит, слушай, давай переведем вот мои стихи. Они договариваются, да, уже. И, так сказать, вот у меня, в частности, был такой случай с канадским поэтом современным. Вот. Он приехал, здесь выступал, профессор Монреальского университета. Все мы договорились. Да ради бога, мне нужно было личное согласие. Вот. А с американским поэтом не получилось, потому что нет, только с литературным агентом общайтесь. Значит, ну и дальше мне просто уже бизнес, мне выставляются суммы там какие-то непомерные. Вот с армянскими поэтами, я думаю, что мы бы с удовольствием поработали, если бы был подстрочник, значит, с которым можно было бы сделать вещь, понимаете? Я хочу чуть на метр дальше предложить такую вещь. Вы сказали о волонтерском уровне. если мы, например, со своей стороны скажем армянам спонсорам, мы хотим переводить русских поэтов писателей, сделают какую-то ухмылку и повернутся спиной. Я думаю, аналогично с русской стороны. Извините за фамилиями. Что, если сделать небольшой фонд отборный, чтобы фильтр был с нашей и с вашей стороны и предложить, чтобы одновременно и русскому спонсору, и армянскому, и марику, чтобы двуми марикам или трём, сколько их наберётся, и мярикам, это редко мы говорим такое слово, армянам, чтобы они профинансировали взаимное. Здесь эффект какой-то другой. одностороннее может не работать. Двустороннее встречное может работать. Тут важно, значит, если со стороны армянска выступает поэт, то в этот случай выступает переводчик. Он не всегда может быть каким-то таким классиком, что ли. Прекрасно, что у нас в результате нашей встречи уже конструктивные, предложения по продвижению русской среде армянской литературы, еще литературы среди армянских читателей. Это всё хорошо, но вернёмся в русло нашей встречи. Поскольку я говорил о классиках и серебряного века, и советского времени, то петербургский поэт и критик, литературовед Алексей Филимонов подготовил небольшое выступление о Мандельштаме и Армении. Тема с одной стороны известная, а с другой стороны там можно много много чего. Алексей, слово, пожалуйста. Усик Мандельштаме бывал в Армении в 1930 году. Это были 200 дней. Сегодня мы продолжаем тему всемирной Мандельштамовской отзывчивости, которую начали в городе Выборге в феврале этого месяца. Сотрудник библиотеки Сергеем Валентиновичем А тема была посвящена в том числе крещению Мандельштама в Методистской церкви. Почему это важно? Потому что Армения христианская страна и Мандельштам приехал туда в том числе как представитель христианской культуры даже в советское время. Вот строки уничтоженного Мандельштамом Мандельштам отрывка после посещения Армении. В год 31-й от рождения века я возвратился нет читай насильно был возвращен в буддийскую Москву а перед тем я все-таки увидел библейской скатертью богатый Арарат и 200 дней провел в стране субботний которую Армении зовут захочешь пить там есть вода такая из курского источника Арзни хорошая колючая сухая и самая правдивая вода говоря об армянском языке он сравнивает ее с речью мне кажется чудесная метафора армянской речи об этой воде в этом отрывке Мандельштам противоставляется природную патриархальную страну которую пришлось покинуть и Москву нового по сути одичавшего мира несколько месяцев проведенных поэтом в Армении преобразили его творчество и судьбу здесь Мандельштам был счастлив от прикосновения к древней культуре общения с ее жителями и также воочию почувствовал последствия великого злодеяния насилия совершенного над армянским народом словно сами камни пытались докричаться до неба и людей в попытке обратить внимание на геноцид путешествия в путешествии вальш зрун Пушкин писал я видел в стороне бруды камней похожие насадки и отправился к ним в самом деле я приехал в армянскую деревню эхо Мандельштама отозвалось в строках орущих камней государства Армения Армения хриплые горы к оружию зовущая Армения Армения камень так называлась первая книга Мандельштама неоднажды переиздававшаяся в однобленном составе в этом слове для акнеиста любящего и честь вины сокрытые невидимые прозрачности светлыми высказанных спор об этом синтезе поэт написал в своем армянском корпусе произведений в цикле Армении близкому символическому отражению мира насыщенном деталями герметичными и вневременными где проявился особый историзм поэта в очередь путешествия в Армению состоящему из портретных зарисовок и бытовых подробностей в отрывках в отличие от Пушкина его охраны грамот и подорожные лирический герой Мадельштама подчеркивает что путешествие за высокие горы его частная поезда как и произведение Пушкина Мадельштама чрезвычайно волнует проблемам свободы в ее проявлении тирании и общества тирании одного государства и народа над другим Армения его подготовила к бунту вместе за старшего акнеиста Николая Степановича Гумилева что было сродни безрассудному нападению на тирана сделав оружием возмездия по выражению Лермонтова железный стих обритый горечью и злостью строки стихотворения мы живем под собой не чуя страны не на плечи бросается вековый кадав стихи неизвестным солдателем и другим образно перекликающийся армянскими струхами поэта чтобы понимать Мадельштама надо стать сопричастным его духу великого читателя какие требования поэт предъявлял начинающим авторам научиться их считать глубинно понимать букву и чувствовать дух немало посвящено Мадельштаму армянской речи загадочной и фонетически запретной для северянина поэт серьезно хотел изучать армянский язык это немаловажно потому что его роковой противник Сталин объявил себя главным за таком языкознание Мадельштам писал в результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога впрочем отчасти это и верно вот люди которые гремят ключами языка даже тогда когда не отпирают никаких сокровищ армянский язык неизнашиваемый каменные сапоги ну конечно толстостенное слово прослойки воздуха и полукласта но разве все очарование в этом нет откуда же тяга как и объяснить осмыслить я испытал радость произносить звуки запрещенные для русских уст тайные отверженные может быть даже на какой-то глубине постыдные был крестный кипяток в жестяном чайнике пресный вдруг мне убросили щепотку чудного черного чая так у меня было с армянским языком я выработал шестое чувство араратское чувство протяжения дороги теперь куда бы меня не занесло оно уже мазрительным и останется цикл Армении названным современным поэтом критиками своевременно отвлеченным наполнен многочисленными культурными ассоциациями с восточноевропейской лирикой лирикой Сихань Пушкина и Левонтова и розу Гафиза колышишь и нянчишь зверушек детей плечми с мигрантами дышишь мужичьих бычачьих церквей окрашены охрую хрит ты вся далеко за горой а здесь лишь картинка налитва из чайного блюца с водой мы все знаем что Гафиз или Хафиз великий персидский поэт обращение к Гафизу напоминает о западно-восточном диване бьет обращение к одному из семи непревзойденных поэтов Востока который написал рожденные все и знать и петь на свадьбе или на тризне веди нас до могилы петь по горькой сладкой жизни перевод лирика здесь читается и пушкинское послание к юношу которого призывает не обрубить песню для чувства прекрасного на пути Пушкин из Гафиза но боюсь среди сражений ты утратишь навсегда скромность робкого движения переснили и стыда с нерастрачным чувством Мандельштам отправляется в Армению в 20 веке но видит что страна потерпела большие изменения и разыром уже недоступен для армян ты вся далеко за горой пишет Мандельштам имеется ввиду внутренне западной Армении некогда входившая состав геноцида в 1915 года случившееся с народом Армению сравнивать с чумой обращаясь к Пушкинской грамме пир во время чумы строков сих порения паэтонщик новей на реальные события у Пушкина гости просят председателя чумного пира исполнить сочиненные им гимн в честь чумы и ее ледяного дыхания и так хвала тебе чума нам не страшна могила тьма нас не смутит твое призвание бокалы пенем дружно мы и девы розы пьем дыхание быть может полная чумы вот чем обернулась роза Гафиза олицетворении девы смерти фаэтонщик кожаной маски покрывшая обезображенное лицо это образ погибшей планеты вел арбу с Мандельштама моего с женой по горному перевалу напомнит председателя страшного пира четырехстопные хоры здесь такой же как дорожные жалобы Пушкина где написано или чума меня подцепит или мороз это в стене или мне в лоб шла бам влепит и в проворный инвалид и вот фаэтонщик Мандельштама под кожаной маской скрыв ужасные черты он куда-то гнал в повязку в коляску до последней хрипоты я очнулся это про надежный тарабах да если честно мы да я как раз и сделаю комментарий надежды Мандельштам к этому стихотворению я очнулся стой приятель я припомнил черт возьми это чумный председатель заблудился с лошадьми он без носа комитерию правит душу веселя чтоб вертялась колюселью кисло-сладкая земля так 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 в наборном карабахе в хищном городе шуше я изведаю эти страхи со природным душе сорок тысяч мертвых окон там видны со всех сторон и труда бездушный кокон на горах похоронен и бесстыдно розовеют обнаженные дома а над ним небо мреет темно-синяя чума возникает картина подобная нарисованной Пушкиным в бесах знаменующие утрату путей непогоды мандельштама на опасном перевале темные сущности окружают персонажей того и другого поэта у Пушкина хоть убей свидание видно сбились мы что делать нам в поле бес нас водит видно докружит по сторонам кисло-сладкая Армения отзывается эхом горькой сладкой жизни Гатвиза надежда Яковлевна мандельштам вспоминала последние выезды за Реван конец нашего путешествия по Армении на рассвете мы выехали на автобусе из Гянджи в Шушу город начинался с бесконечного кладбища потом кропотная базарная площадь куда спускаются улицы разоренного города нам уже случалось видеть деревню брошенную жителями состоящую из нескольких полуразрушенных домов но в этом городе когда-то очевидно богатым и благоустроенным картина катастрофы резни была до ужаса наглядная мы прошлись по улицам и всюду одно и то же два ряда домов без крыши без окон без дверей вырез окон видны пустые комнаты изредка обрывки обоев полуразрушенные печки иногда остатки сломанной мебели дома из знаменитого розового туфа двухэтажные все перегородки сломаны сквозь эти островы всюду сквозит синее небо говорят что после резни все колодцы были забиты трухами если кто уцелет это 23 марта 2020 года после поджога резни чуши 20 тысяч человек погиб все поконечко об этом расскажи спасибо за уточнение на всех на горных улицах мы не встретили ни одного человека лишь внизу на базарной площади попашились кучка народов но среди них не было ни одного арменина только мусульмане к Мудрштама создалось впечатление будто мусульмане на рынке это остатки тех убийц которые с десяток лет назад разгромили город только впрок им это не пошло восточная нищета чудовищная отрепия гнойные болячки на лицах торговали горстями кукурузной муки початками лепешками мы не решились купить лепешек из этих рук хотя есть нам хотелось Мудрштам сказал что в шурше тоже что у нас только здесь награднее и поэтому невозможно съесть ни куска хлеба и воды не выпить из этих колодцев в городе не было не только гостиниц но даже комнаты для приезжающих по имени общок где спят вместе мужчины и женщины люди предлагали переночевать но я боялась восточных болячек а Мудрштам не смог отделаться от мысли что перед ним погромщики и убрицы мы решили ехать в канаве Сапанакер областной город добраться туда можно было только на извозчике вот и попался на обезнос извозчик единственная стоянка с кожей нашлепкой закрывавший нос и часть лица а дальше все было точно так как в стихах и мы не верили что он нас действительно довезет подъезжая к Сапанакерту мы догнали возвращающиеся стадо стихи о Шушен написаны в Москве летом 31 года тема его вознится которая неизвестна куда ведет чумный председатель никого маска от которого мы зависим Мудрштам давно заметил что мы совершенно ничего не знаем о тех от кого зависит наша судьба еще меньше мы знали о председателях этого чумного пира 20-летний Мудрштам написал чужие люди верно знают куда они везут меня написал это с верой в людей как и поэма Данте Божественного Бланте Божественной комедии стихи Мудрштама цикла Армения представляют собой политический памфлет многосоставный стихов цикла говорит об эпическом взгляде на них и случайно поэт Игишэ Чаренс услышав строки из Армении воскликнул что они могли бы стать основой книги об Армении как любит мне язык твой зловещий твои молодые гробы где буквы кузнечные плещи гроба где буквы кузнечные плещи каждое слово скоба буквы кузнечные плещи магический образ близкий к мифу о Гефесте получившему огонь Прометея говорит о сотворении мира здесь сейчас еще не утративши в своей чистоте и детскости такие черты Мадештам находил у жителей в древней стране их неизъяснимое отвращение ко всякой метафизике прекрасная фамильярность с миром реальных вещей все это говорило ты бодрствуешь не бойся своего времени его как сознание освободившись от сна и избавившись от страха человеческой цивилизации то есть изначальная свобода по которой посковали все поэты была обратена Мадештама во время визита Армении ему говорилось пережить свои страхи и ощутить ужас другого народа ставшими его близкими заочно по реализирую сушевством Майковским написавшим я планов наших и угромадьё Мадештам отзывается неологизмом людьё подразумевая что прихожане местной лавки достойны местника и по зверинам воют людьё и по людским королизе зверьё ну я не зачитаю и конец опять это цитата из Армении в трубом серебряном Азии вечно летящая Армения Армения солнце персидские деньги щедро раздаривающие Армения Армения Мадештам Мадештам всегда славит жизнь и перекор сми вот и в стихах о неизвестном солдате он пишет о мысли и духе помещённых в совершенной оболочке череп развивается череп от века то есть лоб от виска до виска чистотой своих швов он дразнит себя понимающим куполом ясница мысли пенится сам себе снится чаша-чаша чизна-очизна звёздным рубчиком шитый чипец чипчу счастья шекстира отец такими же совершенными творениями Мадештам представляются удовлетворённые головы людей Армении с их высокими челами ещё мне были любые большеротые люди с глазами просверленными прямо из черепа армяне мне хотелось поскорее вернуться туда где черепа людей одинаково прекрасны и в гробу и в труде Мадештам возвращается в Армению открывает нам её прекрасным и трагическим образом через подобную двойственность осознавая собственную судьбу и речи и если позволите в творении прочитаю своё навеянное степками Мадештама называется Ковчег памяти Мадештама армянской ласточкой над озером Сиван он вспомнит о серебряном кружении холодной манной ветер сопредельных стран пронижен зыбкой памятью видения минувшей жизни где его сошла душа до царства мёртв до его ковчега и арарат в ночи над бездной кружа земля закрепетала как телега готова стронуться с тобой в незримый путь к рассвету запряжённые валами возьми с собой вечность розу не забудь цветной округ свечами 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 я благодарен устроителям солнечных свеч гостям что мы имеем возможность поговорить о прекрасных Мазельштамовских стихах и услышать армянские стихи спасибо за внимание а у нас еще вопросы есть для Ливона Воскановича Ливон Восканович спасибо вам огромное за ваше творчество просто восхищение от такой концентрации любви почему это чувство такое печальное и невозможное от произведения к произведению в смуглой чайке герои встретились еще раз и очень за них переживаю и где можно приобрести ваши книги в печатном издании ни разу я все свои книги раздаю я нигде не продавал ни разу ни одной книги я не продавал все все они сдали свои книги если вы скажете адрес мы передадим мы пока принесли две книги но есть еще и такие и другие из какой библиотеки вопрос с основной гор мы привезем в библиотеку дар от Леона книгу и еще вопрос Леон Восканович приветствую вас от лица организаторов международного фестиваля Мгинские мосты скажите пожалуйста работаете ли вы с молодыми авторами помогаете ли им совершенствовать свое писательское мастерство и если да то каким образом спасибо я раньше когда работал в союзе писателей Азербайджана я был заведующим отделом прозы потом всеми отделами и тогда у меня были всегда молодые писатели я им всем помогал в творчестве ну помог подняться потому что я сам всегда благодарен потому что первый раз меня писатель издавал и до сих пор его полностью с любовью и тоской потому что он издал мой первый рассказ я многих молодых писателей поэтов издавал впервые они все это помнят это в совет я помню в данный момент если ко мне обращаются конечно я помогаю есть такие авторы которые мне пишут я советую но дело в том что невозможно советовать как писать потому что у человека у самого это от природы уже дана потому что невозможно учить мастерство можно просто какие-то законы деталяторные учить как например по-по-мстонски есть великолепная книга называется красная роза золотая роза значит там описывается как раз помогает поможет молодым писателям чтобы они чтобы они писали значит он рассказывает что один офицер возвращается из Аргентины где была французский полк он возвращается и его командующий дает одного ребенка у этого ребенка погибли возьмите с собой Париж и он там найдите родственников он приезжает в Париж ищут родственников этого ребенка а там дом разрушен во время войны уничтожен он не может найти этот ребенок у этого человека живет уже в день уже 18 лет она выходит замуж а он работает у ювелирной мастерской убирает там пыли он из этих пыли пыли собирает и делает золотую розу и в день рождения дарит дарит этой девушке 18 лет когда исполнилось также рассказ из пыли ты собираешь и создаешь рассказ и отдаешь читателю актуал да вот так еще вопрос это интересно как библиотека я к сожалению не могу это делать потому что книги армянских писателей в Санкт-Петербурге десятки сотни библиотеки магазинов книжных магазинов я нигде не вижу армянских книг сюда не поступая чтобы могли ознакомиться творчеством молодых писателей к сожалению я сейчас не знаю нет таких ярких имен которые я мог бы назвать я их не знаю я уверен что есть потому что это народ который дал великих писателей Чаренца Тириана Куманяна Исаакляна и Рата Матерусиана не может не дать новых талантов просто плохо что сейчас писатели и вообще творческих работников смотрят на 90-е годы когда все разрушился наш Советский Союз и писательские организации перешли на общественных началах то есть создали общественных так же как создали пиво хорошее пиво 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 общество любит пиво общество кто больше прибит больше слушал создали такие общественные организации и писатели потеряли свою роль как говорится а ведь творческим писателем воспитывались многие поколения воспитывались на творчестве писателей и чтобы так обратиться сейчас к писателю и не издавать на государственную скорую чтобы опека была чтобы помощь была и вот в результате мы не можем ознакомиться с творчеством молодых писателей мандельштану можно предложение короткое Виктор Кривопусков Москва друг наш сотрудничаем общаемся у нас у нас у нас планы в прошлом году установить памятник мандельштана в шуши до войны в июле провели конференцию международную где он участвовал и другие именно столетия резни марковской потому что в марте должно было быть но начались коронавирус это а потом осенью война я думаю что это актуально Виктор Кривопусков 30 лет с армянским народом живет в Москве тема мандельштама им поднятая и его людьми он был председателем руководителем Россотрудничества в Армении это структура примеди очень интересный человек член Лазаревского клуба который тоже сотрудничает Армении Россия такого общественного политологического клуба так что я думаю что тема мандельштама это не только конференционная юбилейная и так далее что друзья будем завершать нашу еще у нас да Алексей пожалуйста ну вот вопросы сегодня понятые о трагической разобщенности России Армении очень насущные и совершенно правильно вот и сегодняшний классик армянской литературы сказал и все дорогие гости мы понимаем ее глубину и наверное надо что-то делать и вот мне кажется один из подобных проектов который противостоит разобщению вот есть такой международный проект розы поэзии я вам его подарю значит есть поэты Нино Сабанация Алексей Краснянский Наталья Кушканцер они объединяют поэта всего мира мы друг друга не родим и там есть огромный песенный класс то есть они привыкают лучших композиторов лучших певцов России выступают я говорил об этом Евгении Валентинович мы вас приглашаем от имени проекта сотрудничество в частности с этим проектом который участвует во многих международных литературных фестивалях певцов этот библиотеки в арене гражданским именовым директором наши замечательные библиотеки дорогие наши наши фунды пополнились еще одним прекрасным зданием ну и да 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 и и через вас библиотеку еще принесем да пожалуйста в комментариях или там непосредственно напишите о необходимости привезти книги как вы знаете мы привозим то что дарят нашим библиотекам и получается что закончу с того с чего начала библиотека объединяет библиотека любит библиотека направляет библиотека это тот инструмент то вспоможение которое нас делает лучше правильнее ну как-то даже можно одно слово еще последнее ну конечно смотрите сегодня несколько раз прозвучало слово роза у вас роза золотая из пыли и здесь роза поэзия у нас есть один писатель который к сожалению сейчас за границей но он жил здесь много лет 60-х годов 60-х он в Париже сделал выставку у него много переводов я его материалы передам поделюсь Рубенан Голодян название его выставки в Париже 5 лет назад шелест лепестков наших роз сильнее их злобы он все он все даже рад нашу встречу назвать лепестки роз шепот ну что же на этой замечательной розовой эмоции мы завершим нашу встречу спасибо нашим замечательным гостям что откликнулись пришли сюда и вот все приняли участие в интересном разговоре будем надеяться на продолжение и родились идеи которые надо организовать будем спасибо 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 и тем кто нам помогал чеснок спасибо спасибо